Привет-привет, зайчик! И сегодня у нас будет необычное видео. Почему необычное, а потому что я открываю новую рубрику. В этой рубрике вы можете посмотреть, как живут мои персонажи в будущем, то есть когда у них уже появилась семья. И я думаю, что самое время, начиная с новой просмотром, прошу себе написать комментарий о том, нравится ли тебе такая рубрика, или ты не хочешь видеть ее на моем канале. И спасибо за просмотр, так что мы начинаем! Почему опять вставать? Ладно, так, посмотрим, сколько времени. О, я вовремя встала. Хотя бы денег не сработал. Странно. Так, пойду-ка я в ванну, так как уже чувствую, что на голове у меня такой ком. Ужас. Так, начнем с расчески и моей нормальной прически. Думаю, это, наверное, самое главное пока что. Так, расчесываем волосы. И теперь нам осталось убрать мою усталость, синяки под глазами и так далее. Так как после сна у меня бывают часто опухшие глаза и, в принципе, лицо. И так же я думаю, что надо немножечко поумерить пыл прыщей, которые постоянно вылезают на мне. Пятнадцать минут спустя. Так, самое время снимать маску. Уже прошло нужное время, сказанное на упаковке маски. И теперь я буду чистить зубы. Это, наверное, одна из самых важных процедур, которые делают как взрослые, так и дети. Так, я уже все сделала. И осталось только немного накраситься, так как я иду на работу. Это мой будний день. И мне надо искупаться бы, чтобы привести себя в порядок и освежиться. Думаю, неплохой такой денечек начинается. Тридцать минут спустя. Так, я покупалась. И можно вставать из ванной и идти дальше делать свои дела. То есть краситься и делать йогу, чтобы быть в форме, как и обычно. На самом деле, йога это очень важное дело. Ну, можно заниматься и не йогой, а просто физкультурой. Я вам советую обязательно делать подобные вещи. Это очень важно. Ну, а мы делаем себе стрелочки, делаем себе щечки и делаем себя красотулькой-лапулькой. Вот так я выгляжу. Думаю, что получилось неплохо. Такой нютовый макияж на работу, я думаю, нравится многим. Так, я убираю все свои вещи для того, чтобы штукатурить свое лицо. Очень хорошая вещь на самом деле. Так, а теперь я переодеваюсь в другой халат, так как в этом я хожу только в ванной. Переодеваюсь в него. И сейчас мы идем в другую комнату, где у меня есть место для коврика, чтобы заняться йогой или просто физкультурой. Так, далее я переодеваюсь в такой спортивный костюмчик. То есть это лосина и такая вот маечка. Также я беру умные часы, чтобы измерить свою нагрузку на тело. Скажем так. И также пульс. Идем далее 15 минут спустя. Так, все, я уже все сделала. Мы забираем коврик. И теперь я иду за переодевалкой. Чтобы в конце концов переодеться и выглядеть как человек. И переодеваюсь я сразу в одежду, в которой буду идти на работу. Кладу свою маечку с лосинами. И иду будить свою младшую доченьку Аделину. Так, Аделинка, присыпайся. Вот так выглядит Аделия. И теперь я ее забираю, снимаю с ней шапочку кролика, которая ей очень нравится. И теперь мы идем кушать и в принципе готовить еду. Аделинку я проснула чуть раньше, потому что ее надо раньше покормить, чтобы она утром не плакала. Вот, вот бутылочка, пока посажу Аделинку на стульчик, пока я буду готовить. Аделин я уже немножко прикормила, скажем так. И теперь начнем с приготовления яичницы с таким вот салатиком. Чуть позже вы увидите, как будет выглядеть блюдо именно полное. Также я буду готовить не только себе такое блюдо, но и Кевину. А моей дочке-плинашке я буду готовить другую еду. Она немножко старше и думаю, что вы многие ее видели в предыдущих видеороликах. Да, каждая сестра такая и так далее. Так что не обращайте внимания, пожалуйста, на то, что переснаш очень похож. А я начинаю делать завтрак для как раз-таки полинасика. Так, я начинаю складывать все блюда. И первое блюдо мое, а дальше идет Кевина и полинашки. Блюдо для малышки Аделинки я буду готовить чуть позже отдельно. У Аделин будет пюре картофельное с лучком. Также будет яблочко и, конечно же, ее молочко. Как же без этого? Так, вот и мы приготовили пюре для Аделин и все остальное. Сейчас будем раскладывать все красивенько на подносе. Я буду идти кормить Аделин. Но для начала я бы хотела сама поесть, так как я уже сделала столько всего и до сих пор сижу голодная. Так, какая вкусная булочка. Водичка тоже довольно-таки вкусная. Это такая, знаете, мягкая вода. Мы ее брали из чистого источника. Не именно компанией, а вот реально чистого водоема. Далее я буду кормить Аделюшу. Вот такая она у нас милашечка. Я очень люблю Аделю, так как она редко плачет из-за всяких пустяков. Да, это одна из причин, почему я ее люблю. Так, далее мы даем ей сосочку. И теперь мы идем все оставить посудомойку. Я пришла, и теперь мне надо позвонить. Как раз таки Кевину, чтобы он забрал Аделину, так как мне надо быстрее бежать на работу. Кевин, быстро высыпайся, иди забирай Аделин. Хорошо, хорошо, сейчас иду. Так, я здесь. Хорошо, забирай Аделюшу, мне надо быстро бежать на работу. Да, конечно. Не спрашивайте, почему у нас Кевин сидит с Аделюшей, просто у него работа чуть позже, и няня еще не пришла. Так, беру ключ и мою сумочку. И теперь мы идем, в конце концов, на работу. Вот так заканчивается мое утро, и я и выхожу на работу. А на этом все, зайки. Спасибо за просмотр этого видеоролика. Обязательно пиши комментарий в поддержку данного видеоролика или против. Мне будет очень интересно почитать. Все комментарии я читаю. А на этом все, ребятки. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Хорошего дня или вечера.